Ну, тема у нас сегодня это бор и алгоритм авкарасик. Плюс еще у нас долг с прошлого раза про z-функцию небольшой остался. Так, да, но сначала z-функция. Наверное, код не буду восстанавливать. Давайте кратко напомню, что происходило. Значит, у нас была какая-то строка. Мы в каждый момент времени хранили самый правый найденный z-блок. То есть хранили такой отрезок с максимальным правым концом, что он равен префиксу той же длины. Это мы обозначали отрезок с lpoer. И дальше шли ишкой, шли каким-то индексом слева направо. Пусть наше i располагается где-то внутри этого отрезка. Когда мы поняли, что если это i… Давайте я его чуть правее расположу. Если это i подвинуть на l влево, то есть, смотрите, вот эту вот точку, i-l, то как бы локальное поведение здесь одинаковое, потому что строчки равны. И, значит, z-блок вот здесь, он хотя бы такой, как z-блок вот здесь. Вот столько. Если здесь какие-нибудь 5 символов равны вот этим 5 символам, то эти 5 символов тоже равны этим же 5 символам и равенство этих двух строчек. Все это работает только если у меня вот этот z-блок не вылезает за пределы найденного префикса. Если вылезает, то нужно его обрубить здесь. Это вот то, что у нас было написано, там z-т равно минимум из z и минус l. Ну, еще что-то там, типа r минус i. Можете напомнить, что здесь было написано? r минус… Еще раз. r минус i плюс 1. Ну, да, да, не больше, чем вот здесь вот символов, да, конечно. Вот. А дальше мы сказали, ну, окей, вот это точно нижняя оценка на z-т. И чтобы найти точное правильное значение z-т, я просто буду наивным образом его пытаться увеличивать. То есть я точно знаю, что вот эти вот z-т символов равны вот этим z-т символам. А дальше давайте посмотрим. А вот если я следующий возьму, следующий за этими z-т, он равен вот этому следующему. Если да, то нужно увеличить. Сравнить следующие два. Ну, точнее, как бы второй, да, за вот этим блоком. Вот этот второй равен этому второму. Если да, то так продолжаем, 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 пока не найдем первое различие. То есть когда вот здесь вот символ стоящий не равен символу стоящему слева. Вот. Осталось менять время работы. Но время работы будет линейное, потому что каждое увеличение z-т, когда я вот в этом вайле пытаюсь сдвинуть этот z-блок направо, подвинуть его правую границу, я на самом деле тогда сразу же буду сдвигать вот этот вот мой максимальный, самый правый z-блок с границами lr. Потому что когда я увеличиваю z-т, так, картинка еще. То есть вот у меня был какой-то максимальный, самый правый z-блок lr. Я в позиции i нашел вот такой вот z-блок. Так, сори. Вот такой вот z-блок прям до конца, который равен вот этому вот. А дальше несколько еще последующих символов тоже у меня совпадают. Вот эти три равны вот этим вот трем. Ну и, соответственно, мой вайл будет работать как раз-таки до тех пор, пока не найду первое различие вот здесь и вот здесь. Ну понятно, что каждая тогда итерация вайла обязательно сдвигает вот эту правую границу r хотя бы на один. Потому что если я вошел в вайл, то у меня z-т увеличилось, и, соответственно, текущий найденный самый правый z-блок, он уже будет вот этот вот, от i до i плюс z-т минус один. Вот, поэтому количество итераций вайл суммарное, оно не превышает количество возможных увеличений r на единичку, а это максимум от n. Да, потому что у меня правая граница двигается от начала до конца максимум n раз. Вот, поэтому асимптотика будет линейная по длине строки. Значит, это асимптотика. Так, понятно, почему это все работает за линию? Угу. Ну хорошо. Так, тогда мы это вроде обсудили. Теперь давайте перейдем к бору и новому алгоритму. Давайте сначала, ну, наверное, можно написать определение, что такое бор. Бор — это корневое дерево. На ребрах которого написаны символы. Ну, символы нашего алфавита. Причем, если из вершины исходит несколько ребер, то на них обязательно написаны попарно разные символы. Другими словами, можно написать так. Так, до любой вершины из нее не может исходить двух ребер, на которых написаны одинаковые символы. Не может исходить двух ребер с одинаковыми символами. То есть, на самом деле, это просто какое-то подвешенное дерево, где на ребрах написаны буквы, причем нельзя, чтобы у вас из одной вершинки торчали нам несколько раз одна буква. Какой-нибудь пример. Вот я подвешиваю все за какой-нибудь корень. Тут могут быть написаны там, ну, например, маленькие латинские буквы А, Б, Д. Тут еще какой-нибудь там А, С. Тут, не знаю, там Х, З, А. Ну и, в общем, какое-нибудь такое дерево. Вот тут все выполняется, потому что у каждой вершинки, когда вы смотрите на исходящее из нее ребра, тут написаны разные буквы. Здесь З и А, здесь А, Б, Д, тут А и С. Значит, это хороший бор. Плохой бор, ну, это когда у вас есть одинаковые буквы, исходящие из вершинки. Например, вот здесь А, Б, А. Это плохой бор. Так. Что же такое бор? Зачем это нам нужно, мы поймем чуть позже, когда будем, значит, рассматривать задачу, которую решает алгоритм Маха Карасик. Пока давайте мы научимся строить бор по заданному множеству слов. Построим бор. Бор. По набору слов. S1 и так далее, S, N. Вот есть у нас такой набор слов. Ну, опять-таки, считаем, что мы живем в латинских маленьких буквах с А по Z. И нам нужно их как-нибудь расположить в боре. Что значит, что мы строим бор по этим словам? Это значит, что мы хотим построить такой бор, чтобы из корня можно было прочитать все вот эти слова, двигаясь по стрелочкам вниз. То есть должен быть какой-то путь, на котором написано, если читать сверху вниз, написано S1. Должен быть какой-то нисходящий путь, на котором написано S2. Ну и так далее. По всем вот этим словам должен быть такой путь. от корня куда-то вниз. Причем они могут спокойно пересекаться. Ну, если, например, у S1 и S2 первая буква одинаковая, какая-нибудь А, тогда у них вот это вот начало общее. А дальше они как-то разветвляются и идут вниз. Например, в этом боре можно прочитать от корня слово АС, слово там ДЗ, и то, что тут еще написано, ну и так далее. Все такие нисходящие пути можно прочитать, начиная от корня. Так, ну для удобства давайте заведем структурку, которая хранит вершину бора. Struct node. Давайте я буду хранить два поля здесь. Я буду хранить так, давайте ischar wind to А еще буду хранить булевский флаг, является ли это вершиной терминальной. Правда ли, что это вершина терминальная? Терминальная, это означает, что она соответствует целиком какому-то слову из словаря. Вот из тех н слов данная вершина соответствует какому-то слову целиком. Вернемся сюда, да? Вот здесь у меня, если я читаю на этом пути все буковки и записываю их вот так вот сверху вниз, слева направо, то вот эта вершинка будет терминальная, потому что она соответствует целиком слову С1. Вот эта вершинка будет терминальная, потому что она соответствует целиком слову С2. Ну и, например, если больше слов нету, то больше никто не терминальный, потому что, ну там, какая-нибудь вот эта, это только префикс С1, но не терминальная вершина. Вот терминальный, значит, конец какого-то слова там достигается. Не обязательно. Например, если у нас есть какой-нибудь S3, который продолжает S1, то есть если S1 является префиксом кого-то, то в буре может быть какое-нибудь продолжение вниз вот этого пути. И тут в конце будет S3. Тогда, возможно, терминальный не обязательно лист, а у него могут быть какие-то потомки. Ну и, соответственно, map — это понятно, что такое, что написано в этом tool. Это мы для каждого символа хотим понять, куда мы попадем, если этот символ прочитаем. То есть если, ну, что у меня есть ребро, на котором написано такой чар, и он ведет в вершинку с таким номером. Дальше мы заводим вектор таких вершин. Можно назвать его T или try. Вот try — это как раз по-английски как будет bor. Пусть будет try. И давайте мы напишем процедурку, которая добавляет какое-то слово в наш бор. Ну, по умолчанию считаем, что где-нибудь в main мы добавляем в этот бор корневую вершину. Давайте напишем, что в боре уже есть корень, вершина номер 0. Ну, то есть перед тем, как запускать нашу процедуру добавления слова в бор, мы в main там напишем try pushback вершина, которая является корнем, у которой нет переходов, и которая еще не терминальна. Вот прям корень нашего дерева. Теперь напишем процедурку добавления. Так, void add. Вот нам дали строжку, которую мы хотим закинуть в бор. Но здесь все очень просто. Мы встаем в корень и пытаемся идти по… Ну, то есть мы проходим одновременно по бору и по символам s и стараемся, как бы, если текущий символ s есть как исходящее ребро, то есть по нему можно пройти, то мы проходим. Если нет, то нам придется создавать новое ребро и, соответственно, новые вершинки. И так делаем до самого конца. То есть заводим текущую вершинку v, это корень, который имеет номер 0 у нас, потому что мы его в самом начале заушбекали. Затем проходим по всем символам строки от 0 до размера. Ну и дальше два варианта. Если из вершинки v есть ребро, на котором написано s и t, то нужно просто по нему сдвинуться. А иначе нужно сначала эту вершинку создать, создать такое ребро, и потом по нему спуститься. Давайте сначала сложный случай разберем. Если неверно, что try vt.count s и t. Try vt — это map. Точка count от какого-то символа — это проверка того, что в мапе есть такой объект, у которого ключ равен s и t. Если его нет, то есть если нет ребра по этой буковке, — try vt.tu.count. Да, спасибо, спасибо. Это я зря так написал. Try vt.tu.count. Значит, если нет такого перехода, то нужно его создать. Это очень просто. Мы в наш бор просто добавляем новую вершинку. Ну, там можно написать нот, круглые скобки. А если там мы еще напишем здесь какой-нибудь конструктор по умолчанию, то это просто в бор добавится еще одна вершинка. Ну, там как бы какая-то вершинка по умолчанию. Пока что пустая вершинка без исходящих ребер. Такая вот совсем болванчик. Так, вот мы ее добавили и сразу создаем переход из V по этому символу в эту новую вершинку. TryVT.to от символа SI равно, ну вот, вот эта вот вершинка. У меня вершинки пронумерованы в том порядке, в котором они лежат в векторе. Поэтому здесь можно написать, значит, что. Давайте я напишу так. Try.size минус 1. Try.size минус 1. Понятно? Значит, мы создали вершинку. У нее сейчас номер вот такой. Он равен размеру всего вектора минус 1 в ноль индексации. И мы говорим, что теперь... Давайте картинку нарисуем. Значит, вот мы были в V. Мы создали новую вершинку. Вот это вот, да? У нее такой номер. Try.size минус 1. И создаем переход из V в эту вершинку по символу SI.t. Вот это эта строчка. Так. Ну и все. А дальше теперь, получается, после этого if у меня уже есть переход по этому символу. Вот, независимо от того, он был раньше или нет, мы его обязательно построили. И можем просто сделать V равно tryVt.tu от SI.t. Вот, мы спустились по этой буковке. И в конце можно отметить эту вершинку терминальной. TryVt.term равно true. Конец. Здесь получается непредсказуемо, что у нас true это именно мапа. Мы можем, мы и лоб разобраться. Ну... Скажем так, я не имею пользу с unordered, если вы умеете, то пожалуйста, да. Нам здесь, нам здесь нужно от этого контейнера как-то довольно эффективно понимать, есть ли там объект с таким ключом. Ну, то есть, да, там какая-нибудь хэш таблица подойдет, что угодно подойдет. Если там объект с таким ключом, если нету, то уметь создавать, присваивать и получать значения. Ну, то есть обычные там свойства хэш мапы нам хватит. Вот, понятно ли, как мы добавили слово в бор? То есть, на самом деле, мы просто действуем жадно, и когда приходит новое слово, я сначала первые, вот много букв, пока у меня есть переход по этой букве, по ситому, я делаю такой переход. То есть, ну, потому что мне же нельзя, у меня же вот такое запрещено, да, когда у меня две одинаковые буковки. Поэтому, если мне говорят перетип А, то я перехожу по существующему ребру. Ну, а в тот момент, когда уже нету перехода нужного, я создаю новое, и, как бы, тут нет уже никакого варианта, нет никакого выбора. Вот, так работает, значит, наш бор. Так, еще давайте парочку замечаний про то, как можно вот реализовать, вот про то, что мы начали говорить, про мапу, да. Значит, замечание. Вместо мап можно использовать какие-нибудь другие структуры. Можно использовать другие структуры. Ну, самая простая, это вообще массив. Массив. Длины такого же, как у нас алфавит. Я напишу вот так, длины, модуль, сигма. Если сигма наш алфавит, скажем, А, Б и так далее, З, то я создаю просто массив длины 26, и каждое значение — это либо номер в вершинке, куда я попадаю при прочтении этого символа, либо какой-нибудь индикатор типа минус 1, если такого перехода нет. То есть, как мапа, только несуществующие значения, законные минус единичками. Вот. Значит, давайте сравним массив и мап. Так, ну, давайте еще попробуем хэштаблицу здесь тоже написать. Можно использовать хэштаблицу или там anordered map, если вы умеете этим пользоваться. Какие здесь будут асимптотики? Во-первых, что по памяти? Память. Ну, в массиве нам всегда придется хранить вот столько элементов. Да, прям весь алфавит. Даже если у меня из вершинки вообще там ничего не исходит, или исходит только одно ребро, мне все равно придется хранить все 26 значений. Ну, чтобы уметь там, ну, чтобы не создавать новый массив, чтобы уметь туда быстро добавлять какие-то переходы, проверять наличие, мне нужно хранить все возможные 26 значений. Значит, в мапе и в хэштаблице количество хранимых ключей пропорционально, ну, в общем, количеству исходящих ребер. То есть тут давайте как-нибудь напишем… Я напишу k, где k — это число исходящих из вершины ребер. Число исходящих из вершины ребер. Ну, то есть с памятью здесь все оптимальное в мапе и в хэштаблице. Дальше у нас запрос… Какие? Значит, давайте вспоминаем, что у нас здесь нужно. Нам нужно проверять наличие и нам нужно там, ну, менять по ключу. То есть на самом деле это просто, по сути, доступ к элементу, проверка наличия и, если что, изменения. Значит, это запрос, да? Запрос. Ну, здесь за единицу, потому что обращение к итему элементу массива делается за вот единицы. Тут за логарифм в мапе, потому что если у нас k ключей, мне нужно узнать, есть ли там какой-то, то, ну, там это вот… Не знаю. Если это у вас декартовое дерево, ну, грубо говоря, да, декартовое дерево, то там нужно сделать логарифм пропорционально к глубине вашего мапа. Ну, а в хэштаблице вроде как единица, да, будет? Ну, по крайней мере, амортизированная в среднем. Да, да, да. Ну, давайте я напишу… Смотрите, у нас хэш от строки не считается. У нас сейчас символы, да, у нас сейчас символы, поэтому никаких проблем нет. Значит, здесь, ну, такая единица со звездочкой. Я напишу, да, вот как, в смысле, что оно там, во-первых, вероятностное, во-вторых, амортизированное, да, то есть, если у вас какая-нибудь хэштаблица с открытой адресацией, то вам нужно… Вы посчитали хэш, тут занято, вы идете ниже, тут занято, идете ниже, да, то есть, может быть, больше, чем единица, но в среднем амортизировано будет от единицы. Вот. Ну, и, соответственно, чтобы выбрать оптимальную там из этих трех вариантов, возможно, еще какие-нибудь вам придут в голову, нужно понять, что вам нужно от задачи. И если, скажем, вы понимаете, что памяти у вас достаточно много и хотелось бы экономить время, то оптимальнее всего писать на массиве. Я вот, наверное, чаще всего делаю массив. Если вы понимаете, что беды с памятью, а времени, в принципе, не очень мало, то есть довольно много, то можно использовать мапу. Хэштаблицу я не помню, писал ли я когда-нибудь в Боре, потому что… Ну, тут она слишком маленькая получается, да, то есть если у меня алфавит из 26 символов, то мне нужно хранить как бы хэштаблицу на, ну, там, не знаю, на пяти элементах. И это какая-то хэштаблица, которая работает, на самом деле, примерно за k. То есть если у вас k маленькая, то у вас время работы будет примерно k. Ну, потому что вы же не хотите сильно большую таблицу, и у вас как бы… Короче, для маленьких значений хэштаблица работает не очень, потому что у вас как бы будет… Что еще раз? Да, 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 конечно. Если sigma побольше, то вполне здесь хэштаблица заиграет гораздо лучше. Ну, в общем, тут все зависит от задачи. Мы посмотрели, что бывает. Так, отлично. Давайте какое-нибудь применение этого дела посмотрим. Совсем простое. Пример. Нам нужно поддерживать множество чисел, поддерживать множество чисел s и отвечать на запросы, ну, допустим, двух типов. Добавить какой-нибудь элемент в s, добавить число в наше множество. И второе — узнать, есть ли это число в нашем множестве. Давайте узнать, есть ли… Ну, давайте напишу y, чтобы подчеркнуть, что это, возможно, разные буковки, разные числа. Узнать, есть ли какое-то число в нашем множестве. Так. Ну, вот это одна из простых постановок того, чего мы хотели от дерева поиска. Да, уметь вставлять элементы и там проверять наличие, например. Там еще иногда удалять и всякие такие штуки. А можно делать это с помощью бора. Смотрите как. Так, давайте мы будем представлять все числа как битовые строки какой-то фиксированной длины. Ну, или нет, даже не обязательно фиксированные. Да, можно просто как какие-то битовые строки. Значит, представляем числа в двоичной системе числения просто. Числа в двоичной системе числения. Значит, тогда каждое число — это какая-то строка. Добавление числа в s мы будем хранить s в виде бора. Добавление числа в s — это просто запуск функции add, добавление строки в бор. Ну, а проверка наличия — это нужно по данной строке, то есть y переводим в строчку опять. И дальше по этой строке мы спускаемся от корня нашего бора вниз. Если мы дошли до терминальной вершинки, это значит, что такая строка была когда-то добавлена, то есть этот y есть в нашем множестве. Если мы закончились не в терминальной вершинке, то это значит, что это никакое еще не число, такого мы не добавляли в бор. Либо же мы вообще в какой-то момент попытаемся пойти по букве, ну, точнее, по цифре 0 или 1, которой нет в боре. Ну, нет такого ребра. Например, вы там прошли сколько-то, дальше у вас есть только переход по 0, а вы хотите пойти по единичке. Тогда понятно, что такой строки в боре нет, значит, все ниже бесполезны. То есть, когда у вас есть какие-нибудь, ну, маленькие-маленькие числа, ну, я считаю, что там все int и какие-нибудь, все числа от 0 до 10, 9, грубо говоря. Тогда у вас каждое число, это там строка порядка 30 бит, и можно за 30 примерно операций делать добавление и узнавать, есть ли число в множестве. Вот, то есть, тут логарифм уже будет не от размера s, а вот от значения этого числа, потому что нас интересует длина битовой записи. Да, то есть, тогда ответ на запрос будет за логарифм от вот этого максимального значения. Понятно? Ну, и в качестве упражнения можно попробовать понять, как решать ту же самую задачу, если появляется новый запрос удалить x из s. То есть, не только добавление, но и удаление у нас появляются. Нужно учиться отвечать на те же запросы про проверку вхождения числа в множество. Так, мне не нравится тэпка. Хорошо. Так, значит, то какие-то простые операции про BOR мы обсудили. Ну, и, соответственно, здесь можно тоже, можно, кстати, не обязательно числа использовать, а строки. Тогда мы можем делать то же самое со строками, добавлять их в BOR и проверять наличие за время пропорционально длине наших строк. Вот, то есть, это как если бы мы писали map, там, какой-нибудь set, например, на строчках, только здесь было бы даже эффективнее, чем set строк, потому что тут у вас не возникает никаких логарифмов, у вас просто ответ на каждый запрос пропорционален длине строки, которая вам поступает. То есть, чтобы добавить строчку, вам нужно сделать столько шагов, какая у нее длина. А, чтобы проверить, есть ли строка в BOR, вы делаете столько шагов, какая у нее длина, и там проверяете, где вы закончились терминально или нетерминально. То есть, со строчками это прям еще лучше работает. Так, ну хорошо, тогда давайте переходим к алгоритму Ахакарасик. Поскольку с BOR мы разобрались. Ахакарасик. Значит, это две фамилии, причем вот это женщина, поэтому здесь не Карасика, а Карасик. Вот. Ну, опять-таки, пусть у меня есть какой-то BOR. Пусть, скажем, T большой, это BOR. Нет, sorry, извините, с другого конца зайду лучше. Лучше сначала отпишу задачу, которую мы хотим научиться решать. Пусть S1, S2 и так далее, Sn. Словарь. Вот я буду так называть. Словарь, то есть на самом деле просто набор слов. То есть набор слов. Слова из словаря будем называть словарными. Словарные слова. Значит, они словарные не потому, что они сложно пишутся, а просто потому, что они лежат в словаре. Задача такая. Найти общее количество вхождений словарных слов в некоторый текст. То есть общее число вхождений словарных слов в тексты. То есть вам дается какой-то длинный текст, и вам интересно, сколько суммарно раз входит S1 в него, плюс сколько входит S2 в него и так далее, плюс сколько входит Sn в него. Ну, либо же другая небольшая модификация. Давайте задача штрих это напишем. Задача штрих. Это вывести все вхождения. Вывести все вхождения. То есть не просто количество узнать, а сказать, что, скажем, вот здесь вот, давайте, картинка. Значит, вот длинный т, сказать, что вот здесь входит S1, вот здесь S1, вот тут S2, вот тут S3, ну и там как-нибудь. Все возможные позиции нужно вывести, что вот здесь заканчивается вхождение S1, тут S1, тут S2, тут S3. Все вхождения. Что? Сори. В принципе, да, 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 да. Да, слова могут пересекаться. Пока что нам ничего не мешает этому. Вот такие две задачи, которые мы будем решать с помощью алгоритма Ахакарасик. Значит, алгоритм Ахакарасик делает следующее. Во-первых, ну, раз мы видим тут набор слов, и мы только что узнали, что такое бор, мы первым делом строим бор по нашим n-словам. Строим бор по словарю S1 и так далее, S1. Вот это мы, благо, умеем уже делать, у меня есть функция добавления в бор какой-то строке, вот мы это сделаем. Дальше. Ну, пусть V это множество вершин. Пусть V это множество вершин бора. Множство вершин бора, а сигма, как всегда, алфавит. Алфавит. Так. Еще я замечу, что у меня на самом деле, когда я говорю про множество вершин бора, у меня возникает довольно естественная объекция, то есть взаимно-однозначное соответствие, между вершинами бора и строчками, которые написаны на пути до нее. Какой-нибудь пример опять нарисую. Вот есть у меня вот эта вершинка V. Тогда понятно, что она однозначно определяется вот этим вот словом, там, x, y, z. То есть если я говорю x, y, z и читаю это от корня, то понятно, что я прихожу к вершинку V. Ну и наоборот, если мне говорят вершинка V, то я могу однозначно понять, что речь идет про слово x, y, z. Поэтому я буду сейчас перемежать понятие вершинки и строки, которые ей соответствуют. То есть я могу сказать, что вершины однозначно соответствуют каким-то строкам, взаимно-однозначное соответствие со строками, ведущими из корня. Ведущими из корня. И дальше я буду перемежать понятие вершина и строка, потому что они друг другу соответствуют. Говорю там строка V, имеется в виду, что вершина соответствует этой строке. Так вот, что делает алгоритм Ахакарайсик? Во-первых, для каждой вершинки V он находит следующую величину. Link от V. Это суффиксная ссылка. Значит, это название. Суффиксная ссылка. Суффиксная ссылка. Что это такое? Это самый длинный собственный суффикс строки V, который можно прочитать от корня. Давайте это напишем. Самый длинный собственный суффикс V, который, ну я напишу так, который есть в горе. Есть в горе. То есть можно прочитать от корня. Прочитать от корня. Так. Вот такое длинное определение. Значит, смотрите. Ну, V. Мы поняли, что вершина и строка, которые есть соответствуют, это одно и то же. То есть я... Да? А у нас этот суффикс он находится вообще в любом? По-любому? И в конкретной вершине? По-любому. Значит, вот V это какая-то вершина, значит, это какая-то строка. Какая-то конкретная строчка. Link V ссылка на вершину получается? Да, 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 да. Значит, это какая-то строка. V это какая-то строка. Меня интересует самый длинный собственный суффикс. То есть вот я не рассматриваю всю строчку как суффикс, потому что если бы ее рассматривать, то, ну там, эта вся строка, она есть в горе, потому что она, собственно, сама V. Это неинтересно. Поэтому мы рассматриваем только суффиксы, отличные от всей этой строки. То есть вот такой, вот такой, вот такой и так далее. В порядке убывания длины. И самый длинный из них, самый первый из них, который мы рассмотрели, который можно было бы прочитать из корня, вот туда будет ссылаться наша линк. Значит, пример какой-нибудь. Если у меня есть вот такое вот безобразие, вот такое дерево, ABCD и вот такой еще путь CD, то суффиксная ссылка из вот этой вершинки ведет вот сюда. Потому что эта вершинка V соответствует строке ABCD. Мы рассматриваем все ее собственные суффиксы и смотрим, какие из них можно прочитать из корня. Ну, ABCD всю строчку мы не рассматриваем, рассматриваем BCD. Можно ли прочитать BCD из корня? Нельзя, потому что даже первый символ нельзя прочитать. А можно ли CD прочитать из корня? Да, можно, вот пожалуйста. Ой, sorry, глупость, да, нарисовал? Вот сюда ими. Извините, извините. Да, 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 да. Значит, мы нашли самый длинный суффикс, который есть в боре, вот он CD, и на него ссылаемся. Вот эта вершина соответствующая нашему суффиксу. Здесь, смотрите, я уже многократно смешиваю понятие вершины и строки, потому что я ссылаюсь по сути на вершину, но тут написано, что это как бы ссылаюсь на строчку, да, вот на самый длинный суффикс. Ну, потому что вершины и строки все одно и то же. Вот. Вот что такое линк для каждой вершинки. Да, как правильно заметили, если бы у меня в боре, скажем, лежала только одна строка, то есть бор представлял бы собой просто такой длинный путь сверху вниз, тогда по сути линк от в это просто зависит от значения префикс функции. Потому что если у меня вот такой вот бор, то есть есть всего лишь одна строка в нем, и я дальше для каждой вершинки хочу найти самый длинный суффикс вот этого вот начального отрезка, который можно прочитать из корня. Но из корня можно читать только префиксы нашей строки, и поэтому здесь меня интересует самый длинный собственный суффикс, который является префиксом в строке s. Но это то же самое, что префикс функция. То есть если в боре всего одна строка, то линки считают просто значение префикс функции. Вот если это было непонятно, попробуйте подумать. То есть тут надо просто осознать, как работают линки, и что в случае, когда у вас всего одна строка в боре, на самом деле линки считают префикс функцию. А куда ведет линк, если нет такого суффикса? Сейчас поймем. Значит, меня спрашивают, куда ведет линк, если такого суффикса нет. Ну, смотрите, у любой строки есть суффикс, равный пустой строке. А пустая строка у нас соответствует корню. Эпсилон, пустая строка, пустая строка, она всегда соответствует корню нашего дерева. Потому что если мы начнем в корне и будем идти до корня, читая все буквы, которые написаны, то мы сразу закончим и ничего не прочитаем. Вот. Ну и значит, у любой вершинки отличная от корня, если v не равно руту, то обязательно есть хотя бы один хороший суффикс. Можно взять пустую строчку, она обязательно будет суффиксом нашей строки. Причем это обязательно собственный суффикс, потому что это, ну, как бы не нулевая какая-то строка, не пустая. В нем можно взять пустой суффикс. Поэтому линк для всех v определен. Линк от v определен. Единственная проблема — это линк от корня. Ну, линк от корня не определен, по крайней мере, по тому определению, потому что собственных суффиксов в пустой строке нет. link от корня link от корня не определен что можно можно мы так и сделаем но с формальной точки зрения как бы он не определен и главное что мы не будем к нему обращаться можно туда положить минус 1 как знак того что мы ссылаемся куда-то в несуществующую вершинку можно сказать что link от рута это root тоже да как бы такой выраженный случай не может собственный суффикс быть равен самой строке ну в общем это это уже не важно с технической точки зрения можем туда положить что угодно так хорошо это вот первый кусок который считает наш алгоритм это все суффиксные ссылки для всех вершинок так и второе второе это следующее для любой вершинки и для любого символа алфавита мы хотим посчитать следующую величину ту в ц это следующее это самый длинный суффикс опять-таки самый длинный суффикс строки в плюс c в плюс c то есть мы мы написали в как строчку и дописали в конце один новый символ c рассматриваем такую строку и выбираем у нее самый длинный суффикс опять-таки который есть в боре да да это но это снова ну как бы либо ссылка либо указатель либо просто номер вершинки который соответствует вот этой вот строке давайте пример и перерыв abc хочу какой-нибудь например вот так вот если напишу ничего такой бор тогда для вот этой вершинки если давайте я назову в что что такое ту в а это вот это вот у потому что вот есть у меня вершинка в на соответствую строке abc abc дальше если интересует ту от в и от какой-то новой буковки а то я просто переписываю эту букву в конец и ищу самый длинный суффикс вот этой вот строки который входит в бор то есть почти то же самое что здесь на самый длинный суффикс который входит в бор только у меня нет ограничения на собственность то есть возможно я вот этот вот суффикс я рассматриваю но его нету abc а нету пути bc а тоже нету а вот c а уже есть поэтому ссылка будет вот сюда ту в это от а равно у где у это вот этот вершинка есть вот сюда на в да да так давай теперь пять минут и продолжим мы поняли чудо Ну нет, еще раз, у нас строка другая, типа вот это abc, link это как бы максимальный суффикс, вот это abc, а мы новый символ приписываем, ищем здесь максимальный суффикс. Нет, если, наоборот, смотрите, если бы у меня было продолжение, давайте нарисуем, вот есть abc и есть еще стрелочка вниз по букве a, это все еще решенка v, тогда tu для v по букве b просто сюда вот ведет, потому что это максимально, смотрите, здесь нет слова «собственный», мы ищем самый длинный суффикс строки abc, который есть в боре, это сама строка abc, то есть два случая, если нет перехода по этой букве, то это вот эта вот ссылка, а если есть переход, то мы просто как бы сюда и ссылаемся, да, то есть tu показывает туда же, куда и ребро, исходящее по этой букве. Так, хорошо, значит, мы поняли, что мы хотим от нашего алгоритма, чтобы он читал вот эти две штуки. как с помощью этого находить, решать исходную задачу про количество вхождения словарных слов в текст, мы еще сделаем. Пока давайте построим вот эти все линки и тушки. Мы это можем делать с помощью типа bfs, ну примерно я напишу примерно bfs. Мы понимаем, что наш бор это по сути дерево, у которого все вершинки можно расположить по уровням, сначала корень на нулевом уровне, потом его дети, потом дети детей, ну и так далее. То есть все вот так вот по уровню у меня бьется. Давайте будем хранить следующую очередь вершин q, int of q, значит, в эту очередь я буду сбрасывать номера вершин, которые уже обработаны, для которых я знаю link и tu. Да, да, вместе, вместе все. Значит, q, еще раз, да, в q хранятся вершины, для которых уже найдены link и tu, храним вершины, для которых знаем link и tu, ну и дальше, значит, мы достаем какую-то вершинку v, для которой мы знаем все ответы и link и и tu, рассматриваем всех ее детей, считаем правильные ответы для всех детей и детей добавляем в очередь. Ну, как бы по сути это bfs, только мы перед тем, как добавить вершинку в очередь, мы сначала для нее все посчитаем и только после этого, значит, положим, потом, когда до нее дойдем, ее обработаем, то есть, рассмотрим всех детей, посчитаем правильные ответы для детей и добавим детей в очередь. То есть, почти как обычный dfs, только мы обрабатываем вершинку, ну, то есть, считаем все ответы для нее перед тем, как добавить в очередь. Значит, в самом начале я хочу посчитать link от корня. Ну, давайте я, сейчас, давайте мы, значит, вспомним struct, struct нот, давайте я еще раз напишу. А тут у меня небольшой конфликт обозначений, да, потому что у меня здесь была мапа под названием to, и вот это тоже to называется. Так, как бы это переименовать? А никак, а никак. У меня будет просто массив вот здесь вот, размера такого же, как у меня размер алфавита. это вот ребра, ну, то есть, ребра моего исходного бора, а также мы уже заметили, что если у меня есть ребро из вершинки вот по какой-то букве, то to, вот в этом вот понимании, оно не отличается просто от перехода по ребру бора. То есть, на самом деле, вот эти вот to, которые у меня хранятся изначально для каждой вершинки, они будут сохранены, если ребро ведет вниз, а если тут было минус один, то есть не было такого ребра, то там появится какое-то новое значение. Поэтому я сейчас смешиваю вот эти вот реберные тушки обычные и вот это вот to в понимании, который самый длинный суффикс в какой-то там строке. Я для каждой вершинки храню такой массив. Понятно? Ну, то есть, там у меня to с двумя аргументами в и c, но теперь у меня будет набор, у меня будет вектор нодов, и в каждой ноде будет свой массив такой длины. Так, значит, что у меня здесь было? У меня еще здесь был флаг терминальности, был терм. И мне еще нужно ввести линк, чтобы хранить указатель на суффиксную ссылку, вот эта вот суффиксная ссылка. Так, еще давайте конструкцию по умолчанию напишем. Где-нибудь, где-нибудь, ля-ля-ля. Давайте это убивать тогда. Конструктор по умолчанию. Тут я заполняю минус-едничками. Значит, это можно сделать мем-сетом. И значение эти минус-еднички значит, что пока что нет таких переходов, мы вообще не пытались ходить по этим ребрам. Значит, дальше терминальные. Терм мы сначала говорим, что это false. По умолчанию никакая вершина не терминальная. Ну и линк тоже по умолчанию будет минус-один, как знак того, что мы еще не посчитали у нее суффсилку. Вот такой будет конструкцию по умолчанию. Так, значит, теперь, собственно, давайте мы сделаем алгоритм Ахкарасик. Да простят меня авторы, но, по-моему, их фамилии пишется так. Вот если нет, то бывает. Значит, я напомню, да, что у меня все вершинки хранятся в каком-нибудь векторе. Что? Вот так вот? Да. Шок. Ну ладно. Ну ладно. Вот тут вот? Да. Вот так надо сделать или как? Нет, нет, нет. Это A и K и C. Между A и K и C, да? Да, да, да. Отлично. Все? Победили? Хорошо. Значит, меняем все. Алгоритм теперь будет вот этих чуваков. Все, расходимся. Я напоминаю, что у меня вектор будет нодов. И для краткости я назову его T, а не try, как у меня было изначально. Давайте будет T просто, чтобы не писать кучу раз, три лишние буквы. Так вот, я хочу сначала обработать корень, для корня посчитать все линки и все тушки, а также этот корень потом запихнуть в очередь и в соответствии с этой очередью доставать вершинки, считать ответы для детей всех вершинок из очереди. Сначала давайте разберемся с корнем. Во-первых, давайте мы скажем, что T нулевое точка линк равно, как вы и предлагали, нолик. Значит, T нулевой линк — это как раз-таки сувссылка для корня. Мы сказали, что она формально не определена, но давайте, чтобы у меня не было каких-нибудь невалидных указателей, не было указателей на минус первые элементы массива, я буду говорить, что линка для корня — это ноль. Все равно мы туда обращаться не будем. Но так давайте для удобства сделаем. А вот дальше вопрос, что происходит с тушками. Значит, есть у меня корень, нулевая вершина, и какие-то ребра уже исходят. По каким-то буквам можно пойти вниз. Понятно, да, что если по букве можно пойти вниз, то T — это, собственно, то самое, что там лежит. То есть если там есть какой-то переход по букве C, то T нулевое точка T — это ровно вот этот вот переход сюда. То есть те переходы, которые у меня уже есть, они не меняются. Теперь вопрос, что происходит с теми буквами, которые не присутствуют среди вот этих исходящих. Давайте понимать. Значит, что такое для вот этой вершинки T по букве A, допустим. Это значит, что мне нужно вот к этой строке, epsilon, к пустой строке, дописать букву и получить какую-то строчку. Но эта строка будет просто из одной буквы состоять. А дальше по определению T я хочу найти вот здесь вот, в этой строке самый длинный суффикс, который есть в Боре. Скажите, пожалуйста, что это за самый длинный суффикс? Что? Да, конечно, epsilon, потому что здесь всего два суффикса A и epsilon. Но A мы понимаем, что нет в Боре, потому что мы рассматриваем сейчас как раз те ребра, которых нет из корня. И поэтому единственный способ — это оставить пустой суффикс. Но пустой суффикс всегда можно прочитать от корня, поэтому ссылаться мы будем в корень. Сейчас мы это напишем. Итак, мы проходим по всем буквам нашего алфавита. Но давайте я буду считать, что у меня реально маленькие латинские буквы. Вот сейчас уже важно для реализации, важно понимать, как у меня алфавит. Давайте считать, что у меня 26 букв. Ну ладно, модуль sigma напишу. И sigma — это вот как раз A, B и так далее, Z. И тут я пишу следующее. Если переход уже есть, то делать ничего не нужно. Если t нулевое точка ту С не равно минус единице, тогда continue. То есть я понимаю, что у меня есть переход по этой букве уже в боре, значит ту, вот в том понимании, как самый длинный суффикс при переписывании буквы, это ровно то, что тут хранится. А иначе нужно сказать, что t нулевое ту С — это просто ноль. Как раз, да? Если такого перехода нет, то самый длинный суффикс вот такой строки, epsilon плюс C — это epsilon. То есть мы будем ссылаться сами в себя. Понятно? Вот. Ну дальше заводим ту самую очередь, про которую я говорил. Очередь вершин. Нет. Очередь номеров вершин. Q. И добавляем в нее ноль. Q push 0. Еще раз повторю, в очереди у меня уже вершины, для которых я знаю и link, и to целиком. Для корня мы все посчитали. Теперь будем считать для детей корня, потом для детей этих детей и так далее. Но пока очередь не пуста. Пока неверно, что Q.empty. Мы достаем первую вершинку из очереди и удаляем ее. int v равно Q.front, потом Q.pop. Ну, как всегда в BFS взяли просто корневую, ну, самую первую вершинку в очереди. Получается, сейчас ноль будем раскрывать? Да, да. Смотрите, раскрытие — это не нахождение link и tu для вершины, а нахождение link и tu для всех детей вершины. Перебираем всех детей. Дети достигаются по ребрам исходного бора. Мы перебираем буковку, по которой мы идем. И давайте я назову буквой U tvt.tuctr. Это вот тот самый переход по букве C. Да, да, внутри вайла. Значит, мы открыли большой вал, достали первую вершинку, теперь рассматриваем всех детей. Ну, то есть перебираем все буквы. Смотрите, здесь может быть два случая. Что такое U? Во-первых, если у меня в исходном боре, до того, как я запускаю этот алгоритм, если у меня в исходном боре было ребро с символом C из вершинки V, то это какая-то хорошая реальная вершинка. Вот у меня была V, и по символу C я попадаю в U. А еще тогда хорошо. Но может быть такое, что символа C не было, и вот эта штука — это уже какой-то самый длинный суффикс, строки V плюс C, там ля-ля-ля. То есть это какая-то вершинка, не являющаяся ребенком V. То есть если такого перехода не было, то это точно не ребенок, а он поднимается куда-то выше. Но смотрите, для такой вершинки я уже точно все посчитал. Потому что, ну, в общем, так работает BFS. Мы сначала рассматриваем все вершинки на любом уровне, потом на первом, ну, по глубине, на втором и так далее. Вот. V мы уже рассмотрели, то есть для вершинки V мы знаем ответ. Ну, а что такое, то есть если вот этого ребра не было, то что такое TVT точка тут CET? Это какая-то вершинка либо выше V, либо на том же уровне, что и V. Потому что я приписал один символ, рассмотрел какой-то суффикс, значит, хотя бы один символ должен отбросить. Значит, для этой вершинки у меня уже все посчитано, и для него ничего смотреть не нужно. Поэтому я напишу такое условие, что если TUT точка link не равно минус 1, тогда continue. Continue. Вот. И как раз этот случай, он возникает из-за того, что я смешал понятия, что такое TU в начальном понимании, когда у меня есть ребра в боре, и TU, когда я вот беру самый длинный суффикс при приписывании буковки. И как раз если вот эта вот штука не минус 1, значит, я уже все для нее посчитал, и то есть U это не переход вниз какой-то, а вот поднятие какой-то там самый длинный суффикс, когда я что-то отбрасываю. И для нее я уже все посчитал, ничего делать не нужно. Понятно? Кажется, нет. Вопрос тогда. А мы вообще когда туда минус 1 пишем? В самом начале. Конструктор по умолчанию. По умолчанию там изначально все минус 1. Сейчас еще раз, может, чуть-чуть подробнее, еще раз, точнее, что мы добавляем в бутылку? Когда мы что делаем? Когда мы вот рассматриваем следующую бутылку, B, B, C. Да. Смотрите, еще раз, значит, как у меня устроена очередь, ну, как устроен BFS? Он сначала рассматривает все вершинки на любом уровне, потом там смотрит его детей, ее детей, смотрит вершинки на первом, на втором и так далее. То есть в каждый момент времени у меня посчитаны, ну, как бы, ответы для каких-то вершинок в порядке возрастания уровня. Теперь вот я беру какую-то вершинку V на очередном уровне, для которой все посчитано. И хочу посчитать все для ее детей. Вот ее дети. То есть, по сути, мне нужно просто перебрать все буквы, которые исходят, ну, вот как ребра из нее, вот в исходном буре. И это будут наши дети. Собственно, я здесь это и делаю. Я перебираю все буковки и иду по вот этой вот ссылке. То есть, понимаю, где я окажусь, если припишу букву C. Но, это было бы все хорошо, если бы у меня T, это было вот то, что у меня было в исходном буре, когда у меня будет просто стрелки вниз хранились. Теперь же, когда я делаю алгоритмах карасик, у меня меняются вот эти тушки, и они, в частности, могут ссылаться на какие-то другие вершинки. Если вот здесь вот нет перехода по A, ну, по какой-нибудь букве, по C, да, вот здесь нет перехода по C, тогда T в этой точке туцетая ведет, ну, куда-то в другое место. Как мы вот для корней, мы же посчитали, что, что там, вот T0 туцетая ведет в ноль. Ну, куда-то оно может ссылаться. Получается, что если мы ссылаемся не в ребенка, то нам нужно это уже игнорировать, потому что мы ведем куда-то, куда-то в более высокую вершинку, для которой все посчитано. Вот. И ровно этот случай я здесь отсекаю. То есть, если я уже, если у меня вот это вот U является вершиной, для которой все посчитано, то есть для нее линк уже посчитан, то есть не равен значению по умолчанию, тогда я могу просто скепнуть это U. Вот. А, соответственно, все остальные C, которые я здесь рассматриваю в этом цикле, ну, для которых не происходит этого continue, это как раз нормальные дети. Вот дети в исходном боре. Нет, потому что мы идем в порядке, как бы сверху вниз. А если это на 2 уровни, то есть такой может? Нет, не может, потому что если мы сейчас вы рассматриваем, то все вершинки этого уровня уже должны быть рассмотрены. Ну, это как BFS работает. Он сначала, значит, как работает BFS? Он добавил вершинку на уровне 0. Потом, когда я ее рассматриваю, добавляет все вершинки уровня 1. И в частности, когда мы рассматриваем первую вершинку уровня 1, у меня уже все вершины уровня 1 рассмотрены и правильно разобраны. Дальше, когда я обрабатываю все вершинки уровня 1 слева направо, у меня обрабатывается целиком второй уровень. Я их добавляю в очередь, и когда я дойду вот до сюда, до первой вершинки второго уровня, у меня здесь уже все посчитано. Значит, если я дохожу до V, то весь этот уровень и все более высокие точно уже посчитаны. Вот. Так. Ну, значит, еще раз. Эта строчка как раз возникает из-за того, что я смешиваю понятия ту в исходном боре и ту, которая считает Ах Карасик. Значит, тем не менее. Теперь считаем, что У — это нормальный ребенок. Вот такое ребро вниз по букве С. Вот оно. В стрелка С в У. И теперь я хочу для вершинки У посчитать линк и все тушки. Так. Итак, давайте попробуем понять, что такое линк для вершины У. Давайте тоже порисуем чего-нибудь. Значит, как выглядит У? Это приписывание к В символа С. Ну, потому что У — это ребенок В по ребру С. Чтобы найти линк, мне нужно понять, что такое линк, да? Это самый длинный, собственно, суффикс, который есть в боре. То есть мне нужно хотя бы один символ сначала отбросить и взять, ну, какую-то такую строчку, которую можно прочитать из корня. Тогда я утверждаю, что можно написать следующее. Значит, ну, во-первых, если Вы — это корень, тогда У — это просто одна буква, и линк, понятно, что такое. Это ноль. Да, потому что У — это однобуквенное слово, единственный собственный суффикс — это пустой суффикс, поэтому ссылка будет в ноль. А если В не ноль, тогда верно вот такое равенство. Значит, а именно, если В не ноль, то для него правильно определена суффсилка. И давайте я возьму суффсилку для В. Это будет какой-то самый длинный собственный суффикс. Вот какая-то такая строчка. А потом я к этому суффиксу возьму и припишу С. Потому что меня интересует сейчас… То есть, когда я взял впервые суффсилку для В, я уже взял какой-то собственный суффикс, то есть что-то отбросил. И теперь мне нужно приписать еще С и взять максимальный суффикс, чтобы все это было в боре. Поэтому здесь будет такая формула. tu.link равно t от tv.link точка ту С. Во как. Бор. Вектор нод Т. Обязательно. Значит, смотрите, мы хотим… Что такое tu.link? Это самый длинный собственный суффикс, который есть в боре. Самый длинный собственный суффикс. Чтобы получить самый длинный собственный суффикс, мне нужно хотя бы один символ вначале отрезать, потому что у меня собственный суффикс. И потом взять какой-то просто самый длинный, который есть в боре. Смотрите, если у меня в это не ноль, то вот это вот корректно определено tvt.link. Значит, tvt.link — это какой-то самый длинный суффикс вот здесь вот, у которого что-то вначале отброшено. Там несколько символов отброшено. А дальше, поскольку я уже что-то отбросил, и меня интересует самый длинный суффикс, мне нужно вот к этому вот уже tvt.link приписать в конец c и взять опять самый длинный суффикс, который есть в боре. То есть я приписываю что-то, беру вот эту тушку, и, возможно, получается еще какая-то более короткая строка, более короткий суффикс, который есть в боре. Так, ну… Это можно сделать за счет того, что строка такая не меньше, не больше длины v. Что она предпочитает? Да, 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 да. Ну, то есть это даже строго меньше длины, чем v. А если там один всего прошла, тогда добавь в лень, это на свое время… А, да, да, да. Нет, подождите, нет, еще раз. Вот эта вот строка имеет точно меньшую длину, чем v. Значит, для нее все тушки предпочитаны. Сейчас. Почему? Нет, смотрите, здесь супрефикс — это плохо говорить, потому что… Потому что другое понятие… То есть раньше у меня был префикс, мне нужно было, чтобы суффикс был равен префиксу, а теперь у меня вместо префиксности условие то, что это читается из корня. То есть самый двинный суффикс, который есть в… который читается из корня. Поэтому я не очень вижу, как это можно… В общем, я не очень вижу аналогию. Итак, значит, почему вот эта формула корректна? Еще одно обоснование, еще пару слов. Значит, вот я приписал к vc. Меня интересует самый длинный собственный суффикс, который есть в боре. Как он выглядит? Ну, как-то вот так, допустим. Как-то вот так он выглядит. Тогда, почему вот эта строчка даст мне правильное значение? Что такое tv.link? Ну, смотрите, если вот это вот есть в боре, то вот это вот точно есть в боре. Да, и причем это суффикс v, какой-то собственный суффикс v. Поэтому, если я посмотрю tv.link, возможно, это какой-то более длинный суффикс v. То есть, возможно, что-то такое, а возможно, вот это вот облачко. Если вот это вот это облачко, то приписывание к нему c как раз даст мне то, что нужно. Потому что к этому суффиксу можно приписать c по предположению, раз вот это вот все читается в боре. Поэтому здесь все будет корректно. То есть, если tv.link это вот эта штука, то победа. Потому что приписать c можно, потому что все вот это читается в боре. Иначе, если tv.link это что-то большее, вот такое, то вот эта вот точка t, точка tu от c, такой переход, мне должен дать какую-то строчку, которая, во-первых, является суффиксом вот этого плюс c, во-вторых, есть в боре. То есть, это тогда либо вот это, мы знаем, что вот этот суффикс уже есть в боре, либо что-то более длинное. Но если есть что-то более длинное, значит, мы изначально неправильно посчитали tu.link. Все умерли. Да-да-да, смотрите, еще раз, значит, я считаю, что если я достаю какую-то вершинку из очереди, то для нее уже все посчитано. И tu, и link. Для корня это выполняется. Сейчас я достал какой-то v, достал вершину v, и для всех ее детей я хочу посчитать и link, и tu. Вот сейчас я считаю link с помощью link и тушек. Чуть позже будет tu. Когда он слишком длинный. Тогда вот еще раз, вот tv от link вот такой. Когда я дописываю к нему c, это будет самый длинный суффикс вот такой вот строки, вот этот вот tv link плюс c, который есть в боре. Как он выглядит? Это либо правильный ответ, тогда все хорошо, либо что-то более длинное, вот такое. Но тогда извините, если вот это вот, это t от tv.link.tu от c, если вот это вот, это оно, тогда это должно быть tu от link, потому что это собственный суффикс вот этой строки, который есть в боре. То есть я изначально неправильно вот это посчитал. То есть если у меня вот эта штука больше, чем мой предполагаемый ответ, то у меня неправильный посчитанный ответ. Его можно вот так расширить. Это будет опять-таки собственный суффикс строки v плюс c, который более длинный. Поэтому я изначально что-то тут неправильно посчитал. Значит, такого просто не бывает. И у меня всегда вот это вот посчитано правильно. Вот это вот, это всегда правильный ответ. Вот, теперь давайте это напишем здесь. Так, 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 так. Можно писать это с помощью тернарного оператора. Я вот так пишу. t ut.link.link равно. Значит, вопрос. v равно нулю. Если да, то нужно поставить ноль. Да, вот мы поняли, что если v это ноль, то link это обязательно ноль. А иначе нужно просто написать вот ту страшную формулу. t от tv.link.tu.c. Так, скобка, точка, запятой. Вот. Значит, такая строчка нам смогла посчитать tu.link. Теперь нам нужно посчитать tu.tu по всем буквам. По всем буквам. Давайте это сделаем. Давайте мы переберем все буквы. Ну, поскольку у меня c уже занято, давайте я какую-нибудь новую введу. d от нуля до, опять, размера лофавита. Это все еще внутри первого фора? Да, все еще внутри первого фора. То есть тут может показаться, что это уже сигма квадрат, но на самом деле будет сигма, потому что там я, по сути, просто ребенка перебираю. Теперь для каждого ребенка перебираю букву. Про время мы еще поговорим. Да, все еще внутри того фора. Значит, перебираем букву. Картинка. Вот у меня была v. Я спустился из нее по букве c. Получил u. Теперь хочу понять, что будет, если я буду спускаться по d. То есть идеальный случай, когда просто есть буква u, есть переход по букве d, тогда ничего менять не нужно. То есть если t ut.tu dt не равно минус единице, то есть если тут есть такой спуск вниз, то ничего делать не нужно. Если t ut.tu dt не равно минус единице, тогда continue. Это вот тот самый хороший случай. Если у меня уже есть ребро вниз из текущей вершинки, то tu совпадает просто с тем, куда вот оно ведет. Оно уже правильно посчитано. Иначе такого ребра нет. И мне нужно теперь вспомнить, что такое tu тогда в этом случае и как-то его правильно посчитать. Ну, вспоминаем. Значит, мне нужно... Так, давайте еще рисуем здесь. Значит, мне нужно к u приписать символ d и взять здесь самый длинный суффикс, который есть в боре. Причем, смотрите, я не могу взять всю строчку u плюс d, потому что у меня нет такого ребра вниз. Значит, я... Можно сказать, что я еще не просто самый длинный суффикс такой строки, а самый длинный собственный суффикс, потому что, ну, вся строка у меня уже все равно не подходит, да, потому что нет такого перехода. То есть, по сути, я еще опять самый длинный собственный суффикс такой строки u плюс d, который есть в боре. Самый длинный такой суффикс. Ну, а такое мы уже вот только что делали, да? У нас была какая-то вершинка. Мы дописывали буковку, и мы искали самый длинный собственный суффикс вот такой строки, который есть в боре. Здесь то же самое, только у меня v поменялось на u, c поменялось на d Поэтому здесь будет то же самое условие, вот эта вот формулка для подсчета При этом у меня вот этот случай пропадет, потому что поскольку u это чей-то ребенок Значит u это уже обязательно не корень, поэтому мы обязательно находимся вот здесь Значит, можно написать просто следующую формулку tut.tu dt это вот что Значит сначала мне нужно от u взять ссылку tut.link и потом взять tu по буковке Ну и поскольку tu.link у меня уже посчитано раньше, вот только что до этого фора Я посчитал tu.link, тогда вот это вот все корректно определено То есть это какая-то вершинка на меньшей глубине, значит для нее посчитаны все тушки Поэтому к этому можно обратиться смело Вот этот for закончился То есть я взял u, взял какую-то букву d Если был переход по этой букве, то делать ничего не нужно с этой буквой Иначе нужно вот применить ту же самую формулу, которая вот тут написана Потому что это тот же самый случай К слову дописал букву, ищу самый длинный собственный суффикс, который есть в боре Так и в конце сделаем q push u, чтобы добавить эту обработанную вершинку в очередь И рассматривать уже в будущем ее детей Вот кажется все, значит этот for закрылся Нужно тот for закрыть Ну и видимо нужно while закрыть И void надо закрыть еще, void ах карасик Кажется все Так, ну во-первых смотрите, если вот здесь вот было что-то непонятно Подумайте еще самостоятельно Давайте поймем, что если вот это, ну скажем, вот это допустим понятно Тогда вот то должно быть, ну почти элементарно следовать Потому что я перебираю все буквы И в содержательном случае я делаю то же самое, что делал раньше Вот формула наследуется, поэтому достаточно только один раз понять то, что тут написано Все, что вот тушки, все, которые мы считаем Сразу отсюда будут следовать Так, вопрос есть? В каких случаях используется ту, которая Ведущий сын, да, по букве А в каких случаях это та функция, которая нам нужна? Сейчас Значит Если у меня в исходном боре Был переход по букве То есть как бы, ну вот Ту, да, такой переход был То на самом деле ту, вцет и вот в том понимании Как самый длинный суффикс Это и есть он сам То есть если есть такой ребенок, то эти два значения одинаковые Да, да, мы как бы смешали Оба эти понятия, да Вот, ну вроде алгоритм закончился То есть тут кода не очень много Самая длинная Вот это вот вложенная формула Когда мы сначала берем линку Потом берем переход по ту Так, ну и корректность тут следует Как бы вот из корректности BFS Потому что если мы дошли до какой-то вершинки V, мы рассматриваем ее Раскрываем, то есть находим значение для всех детей Это значит, что мы правильно посчитали ответы Для всех вершин на глубине Меньше доброго, чем глубина V Все нужные значения уже правильно посчитаны Поэтому там для детей тоже все правильно посчитается Так, ну с асимптотикой тут все просто Асимптотика это просто число вершин умножить на размер алфавита Потому что каждая вершина у меня побывает в Боре всего один раз Для каждой вершины я рассмотрю всех ее детей И для каждого ребенка я перебираю все возможные буквы алфавита Поэтому хоть у меня есть вот такой двойной уложенный цикл по C, а потом по D У меня на самом деле первый цикл это просто перебор ребенка И потом для каждого ребенка перебор буквы Ну и поскольку суммарно детей, их столько же, сколько вершин Ну не больше, чем столько, сколько вершин И потом для каждого я перебираю букву То асимптотика будет ровно вот такая Понятно? Вот, отлично Ну и замечу, что как бы это, в общем-то, идеальная асимптотика Лучше нельзя, потому что у меня уже есть вот весь вот этот массив И мне его весь, если нужно посчитать То мне нужно для каждой вершинки, для каждой буквы Посчитать, куда ведет вот эта вот функция Поэтому быстрее, чем за такое время Ну нет надежды ничего посчитать Так, отлично Ага, 4 минуты остается у нас Ну давайте вернемся к задаче, которая про суммарное число вхождений Суммарное число вхождений Суммарное число вхождений Так, значит, ну решение понятно Бор на словарных словах Плюс ах карасик Запускаем, чтобы посчитать все вот эти тушки и линки Теперь приходит текст t Давайте я этот текст буду обрабатывать с помощью моих тушек То есть вот сначала встал в корень v нулевое равно нулю, равно корню Потом читаю нулевой символ и перехожу по to То есть беру как бы to от v0 По букве, которая вот написана первой в моей строке Это какая-то v1 То есть прочитал я эту как бы букву Потом читаю следующую букву Получаю какой-то v2, ну и так далее То есть я вот по бору как бы Перехожу с помощью вот этих вот стрелочек То есть если я нахожусь в какой-то вершинке И мне приходит какая-то буква алфавита То я просто применяю вот эту вот to, которая у меня уже посчитана И оказываюсь в новой вершинке И это будет в каждый момент времени Самый длинный суффикс, который есть в боре Так, значит еще раз Вот есть у меня t, какая-то длинная строка Я сначала встал в корень Потом по to перешел по первому символу По нулевому символу, по первому и так далее И так далее Вот в конце перешел по какому-то там tg Нахожусь в какой-то вершинке v-житое И вот это v-житое соответствует самому длинному суффиксу Текущей прочитанной строки, которая есть в боре Ну потому что я каждый раз как бы приписываю букву И оставляю самый длинный интересный суффикс Ну самый длинный суффикс, который есть в боре Приписал t0, взял самый длинный суффикс Приписал t1, t2 и так далее, и так далее Каждый раз оставляю самый длинный суффикс Поэтому в момент времени, когда я прочитал символы до житого У меня текущая вершина, где я нахожусь Это самый длинный суффикс, который есть в Боре. V, G — самый длинный суффикс строки T0 и так далее. Это G, который есть в Боре. Ну и тогда, чтобы найти, какие вхождения сейчас появились, то есть смотрите, у меня вот там пришел новый символ TG, и у меня сейчас как бы появились какие-то вхождения. Скажем, вот здесь какие-нибудь вхождения S1, S3 появились. Ну какие-то строки сейчас закончились. Тогда как их найти? Каждое такое вхождение, я утверждаю, это какой-то путь по su-всылкам от этой вершинки до терминальной вершины. Вот есть V, G — в Боре. У нее есть какая-то su-всылка, у этой вершинки есть какая-то su-всылка, у нее есть su-всылка и так далее. Вплоть до корня. Корень — это последняя вершина, у которой нет su-всылки. И каждая вершина, которая помечена терминальная, то есть где стоит терм равно true, терм равно true, терм равно true. Что это значит? это значит что это какая-то вершина соответствующая словарному слову который является некоторым суффиксом выжитая да потому что вот это это самый длинный собственный суффикс выжитая это самый длинный собственный суффикс собственного суффикса выжитая и тогда это все собственно суффиксы какие-то и те из них которые терминальные они соответствуют каким-то словарным словам поэтому новые вхождения которые сейчас появились это в точности вот эти вот терминальной вершинки на пути по софссылкам. То есть я взял выжитое, взял униосуфсылку, взял униосуфсылку и так далее, и так далее. Все из них, которые терминальные, дали мне вхождение каких-то строк. Типа того, да, да, типа того. Ну и поэтому, если мы хотим посчитать, сколько сейчас появилось новых вхождений, то мне нужно просто для каждой вершинки предпочитать, сколько на этом пути по софссылкам есть терминальных. Это легко сделать за линейное время при, ну, после того, как мы сделали ах-карасик, мы просто, ну, там еще один какой-нибудь BFS, который посчитывает число терминальных на вот этом пути. Там это простая динамика какая-то. Если я знаю число терминальных, то я просто добавляю вот это число, которое тут хранится к ответу, тем самым я получаю, сколько вот сейчас появилось вхождений. Потом перехожу к следующему символу и так далее, и так далее. Ну вот, тогда все. Спасибо. 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 Спасибо.